Почему «Игра престолов» стала самым популярным телесериалом в истории? Апрельский 2019 года старт финального сезона «Игры престолов» сделает фэнтези-сериал самым смотримым в мире. И породил общественную дискуссию, что такое «Игра престолов» явление поп-культуры или зашифрованное философское послание. Совет экспертов РГ расшифровывает свое видение перекодирования личности. Философы и культурологи признаются, что не стыдно смотреть это мыло. Фото – HBO Многие высоколубые зрители-философы и культурологи признаются, что им не стыдно смотреть это мыло. Как в свое время 17 мгновений весны или бриллиантовую руку. И дело не в формальных слагаемых успеха. Большой бюджет, бюджет половины сезонов «Игры» составил 320 миллионов долларов. Сильный литературный первоисточник цикл мистических романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина. Харизматичная игра актеров и единая с киноповествованием музыка Рамина Джавади, уже разобранная на саундтреке и заставке радио, ТВ и театром. Эту бесконечность можно сравнить с цивилизационной спиралью. Все идет к жизни без добра и зла. Дело в 25-м кадре, считает научный сотрудник Института философии Ран Николай Афанасов. Именно за кадром, как послевкусие, остается важный посыл. В фильме нет положительных и отрицательных героев, а потому добро побеждает зло, но потом само эволюционирует в зло, и его побеждает следующее добро, которое снова эволюционирует. Зритель уже догадывается, во что и до какой бесконечности. Я бы эту бесконечность сравнил с цивилизационной спиралью. Минус. Netflix сделает из омерзительной восьмерки Тарантино телесериал. Однако надо признать, что зритель разный. Тот, что следует за интригой, удовлетворяется тремя сюжетными линиями. Они простые, кто сядет на железный трон, вернет ли престол свергнутая принцесса и спасет ли мир древние братства. И тут фэнтези, стилизованная под средневековье, наделяет драконов и мертвецов высоким интеллектом, умершими языками, шифрами и азартом к кровавым баням с расчлененкой и эротикой, за что игру престолов уже называют самым дорогим порно в истории. А зритель, который сквозь киномясорубку ищет содержание, легко находит аналогию с президентскими выборами в США или на Украине. Или видит причины поправения, а потом поливения интеллектуалов Европы. И тогда загадочный мир становится похожим на наш, хотя он до молочей воспроизводит реальность античного плутовского романа «Золотого осла Апулея», говорит эксперт Синодального отдела по делам молодежи Московского Патриархата и о романах Димитрий Першин. Вся эта черная и белая магия, безудержное властолюбие и сластолюбие, страх мертвецов, культы драконов – это все проявления инстинктов цинизма и защиты от идеалов. Такими были способы выживания в Риме эпохи распада и рождения новой христианской этики. Культуролог Андрея Вульф согласен со священником, и по его мнению, игра пристала в как социокультурное явление сравнимо с Битлз. Их музыка была явлением массовой культуры, а потом стала формировать серьезные ожидания свободы и мира без войн. Минус. Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме про Тома и Джерри по мнению Андрея Вульфа. Сегодня мы живем в мире, который выжимает из человека все до капли и приводит к эмоциональному выгоранию. Мне не раз говорили бизнесмены, что выгоревшие люди несчастливы и неэффективны. Может, игра престолов даст какой-то ответ на этот запрос? Надеется он. Скорее, поиски новой философии и труда упрутся в философию прибыли, спорит с ними романах Дмитрий Першин. А она еще со времен Древнего Рима способ защиты от идеалов. В ней прячется неосознанный страх предмессией. Сказать в Древнем Риме Христос в воскресе. Это как заявить альтернативную историю. Человек должен захотеть так сказать. А пока нам остается смотреть телесериал и не осуждать человека за инстинктивное сопротивление эволюции движению от магии к этике. Это как боль. Роды философии, даже далеко не первые, требуют терпения. PS. Викторина Игра Престолов на сайте.